Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол. Это жизнь, и это продолжение карьеры за канал. Итак, сегодня у нас второй выпуск. Долгожданный, конечно, давно не записывал. Сегодня у нас полуфинальный матч. Итак, первую игру, полуфинальную, я решил отыграть вторым составом, чтобы первый как раз был готов, если что, на финальную игру. Вот она расстановка, а мы начинаем. Итак, первый полуфинальный матч. Второй будет, я так понимаю, играться вместе с нами в это же время. И тогда мы узнаем, кто выйдет все-таки в финал. Здесь Дмитрий Буренков немного тоже провалил свою позицию. И нет, снова проходит. И пропускаем мы уже на шестой минуте. Не понимаю, что сейчас вообще делал Сергей Кривохарченко. Подпрыгнул так и разрешил практически. Ну, здесь просто это было на 50 на 50, либо он в этом прыжке отобьет. Ну, вот здесь вот, посмотрите. Ну, вот что это? Теперь нам снова придется отыгрываться. Полина Сироткина. И вот здесь вот этот опасный самый момент. И это 2-0. 2-0. И не будем, конечно, думать о том, что мы можем вылететь. Нам нужно думать, наверное, только вот о камбэке. Тогда это намного будет все реальнее. Нужно, нужно бороться до конца. И пенальти еще. Вова сбивает сейчас игроков. Вот, сейчас мы посмотрим этот момент. Еще и на повторе. Ну да, сзади прямо по ноге Вова сбивает. Ну и разводит. Разводит. И это 3-0. Аккуратно здесь. Ярослав. И отлично. 3-1. Может быть, что-то еще можно будет изменить. 3-1. Не знаю, первый или не первый гол Ярослава. Но все-таки отлично. Но мало, мало. То, что мы сейчас сделали по счету уж точно. Давайте выпустим уже Андрея Козлова. Может быть, это и последний вообще будет матч в нашем турнире. Но Ярослав забивает, да, свой первый мяч на турнире. 3-1. Время есть. Бежать до конца, играть. И отлично. Серега находит паса меня. Я пробиваю. И это 3-2. 3-2. Мой гол, конечно, уменьшает преимущество команды соперника. Но все-таки, мне кажется, мы уже не успеем. Я забил уже на 90-й. А там 2 минуты вроде как добавил арбитр. Вот эта последняя атака могла бы стать для нас решающей. Но мы проигрываем в полуфинале со счетом 3-2. Голы за нашу команду забивать сегодня Ярослав и я. Ну и лучшим игроком стала Юля Лобанова, между прочим. Именно в нашей команде она отдала одну голевую передачу. Ну и весь тайм пробегала на правом фланге. Ну что же, там выходит Керлок Брюгге и Кассенса. Вот, будет у нас финал Кассенса и Брюгге. Но у нас в этом выпуске, так что будет 2 матча, стартовых в чемпионате Англии. В чемпионшипе, призовой фонд. Ну и жаль, что у нас не получилось выйти. Ну да, обидно, конечно, но ничего страшного. Так. Мы купили Жамаледдинова, ему 22 года. У него рейтинг 65. Он у нас будет таким вот игроком, наверное, именно он и будет у нас качаться. Вот так вот. Себя я пока что и больше никого пока что... Ну давайте попозже мы пока что это все сделаем. Пока что будем дальше идти. Самый минимальный у Сереги, поэтому мы его и будем качать. Вот так вот. У кого минимальный, того мы и будем качать. Центральные защитники здесь. Самый минимальный у Полины. Ее мы и прокачаем. Фланги нам нужно укреплять. Мы это поняли по последней игре. Ну и здесь Сергей Кривохарченко, который неубедительно, конечно, отыграл полуфинал. Три мяча пропустил. Ну вот Полина и Сергей Кривохарченко повышаются в рейтинге на единицу. Теперь у Полины 61, у Сергея 71. Так, и что там у нас еще насчет денег? У нас есть 5 миллионов. А кого я вообще добавлял? Никого. Вообще, я даже не просматривал прошлые выпуски, который был единственный выпуск. Так что... Ага, тут у нас идет еще информация, сбор по Дмитрию Баринову. Так что я все правильно понял, что я его хотел подписывать. Так что отлично, теперь мы ждем. Через 5 дней нам придет информация по Дмитрию Бариновой, и тогда мы его будем подписывать. Мне кажется, это замечательное будет приобретение для нас. И вот пришло, наверное, нам скаутский отчет. Ильзат Ахметов и Дмитрий Баринов. Очень дорогие, я вам хочу сказать, парни. Прям очень. Давайте попробуем. Ильзат 73, 74. Но Ильзат прям такой, вот именно атакующий. Его и можно посмотреть именно. Связаться и купить. Обидно, конечно, что у нас денег таких нету, которые за него просят. Предложить цену. 5 миллионов мы можем только вот за него предложить. И, естественно, ЦСКА категорически против того, чтобы продавать. Не хочу здесь вообще. Ну и теперь вот только Дмитрий Баринов остается за 5 миллионов попробовать подписать. Но это вряд ли у нас получится. А какой... Так. 5 миллионов. И сейчас опять Юрий Палыч тоже расстроился и говорит нет. Денег у нас, как вы понимаете, тоже нету. Деньги есть, но 5 миллионов на них вряд ли кого-то можно постараться взять. Я предлагаю просто брать в аренду игроков. Зарплата у нас не так вот и много. 153 тысячи. Но я даже не знаю, каких игроков можно нам брать. Сейчас мы просто проверим, можно ли взять его. Джастин Клюверт. А каких вообще вот можно брать? Мне кажется, вообще никаких. Отличный полузащитник именно к нам бы он пошел бы. Но его вряд ли, да. Никто не хочет отдавать нам игроков. Ну что же, давайте тогда просто. Как в старый добрый мы заходим в поиск игроков. Позиция полузащитники именно. Ну и пошли по топовым английским командам. Ну вообще, в общем, по всем. Амаду. Я не знаю, кого мы сможем вообще попытаться подписать. Чемберс, например. Клуб не хочет его отдавать. Давайте тогда делать... У нас денег особых нету в аренду. Шесть дней. Шесть дней. Посмотрим так. Идем дальше. В Германию. В первой Бундеслиге. В полузащитниках никого не отдают в аренду. Испания. Тоже никого. Вот они и проблемы идут. Что никого не хотят отдавать в аренду. Там не без разницы. Я за всех подам. Вот так вот в список аренды, кто у них есть. Во всех чемпионатах я их возьму. Чтобы просто посмотрели. Потому что если будет рейтинг хотя бы приблизительно наш или выше. Я, естественно, возьму. Потому что нам нужно укреплять эти позиции. Остальные все нормально. Но вот именно полузащитников у нас, к сожалению, нету. Так же, как полузащитников в аренду, нету по всему практически миру. Французский чемпионат теперь. Так, ну нет, такого нам не надо. Я вроде всех там цоп-цап взял, да? Вот этих мне фланговых не надо. Конкурентов тем более. Это для меня в клубе. Вот же Малединовым мы за 6000. А, за миллион, да. За миллион, я думал. Что-то мы его мало. Усиление основы. Ну, насчет вот этих всех я говорил. Я буду подписывать только русских футболистов в команду. Так что посмотрим теперь именно по гражданству. Если кого-нибудь можно ли взять из сборной России в аренду. Никого. Никого. Абсолютно никого. Идем дальше. На трансфере кто-нибудь стоит. Нет. Никого. Нет в списке. Как понять, нет в списке. Те же самые все. Отступные. Ну, за... Вот. Кучаев, например. Константина Кучаева я бы... Давайте. Пока что, скажем, следите, что Кучаева мы можем выплатить за него отступные. И подписать. Свободный агентов никого, наверное, нет. Да. Ну, он неплох. Все равно Константин Кучаев это игрок, если не ошибаюсь, в ЦСКА. Его, похоже, подписали. И каждую неделю мы будем вот так вот пролистывать и смотреть. Здесь... Хотя... Все равно нам надо же Малядинова вот качать. Здесь у нас Серегу все мы также продолжаем качать. В какой-то момент действительно у нас должны получиться по 70 рейтинга. Это будет моя... Пока что первая моя задача это сделать всем игрокам минимальный рейтинг 70, чтобы у меня в команде он был. Но они быстро действительно качаются. Они все здесь перспективные игроки, как вы видите. И вот уже Серега прокачался до 62 рейтинга. Пока что Тьяго перешел в Мадридский Реал, Вернер в Челси и Кемпенбе в Манчестер Сити. Ну, Вернер это отлично, кстати. Посмотреть на него в английской премьер-лиге. Другая команда кем-то интересуется, я не понял. Элизатом Ахмедовым, Лечи. А почему... Почему Лечи может предложить Ахмедову в аренду пойти? А я не могу. Вот. Они приняли, естественно. Сейчас в процессе. Почему я не мог в аренду попросить взять? Это странно. Это очень странно. Ну, и вот они все наши те игроки, которых я просил. В отчете они есть. 59 сразу нет. Удаляем. 59 нет. Ну, вот этих тоже поубираем. Так, где все те, которых я просил? Кучаев. Кучаев 69, друзья. Я постараюсь здесь на его подписать. Я его сразу добавлю. Вот сюда. Идем мы дальше. К боху. К боху 59 нет. У нас есть получше. У нас нет вообще там ни одного игрока ниже. Зикай 63. Можно посмотреть просто именно в аренду, как в ЦОНФ. 56. 56 нет. Зикай я же уже посмотрел. Вивьяни. 63 тоже неплохо. В список добавлю. Мавули 52 нет. И все. По сути дела, я действительно, получается, покупаю сейчас. Так, я не понял, где все мои деньги. Я понял, что я их перевел. Это ладно. Вот так хотя бы сделаю теперь. Пусть. Мы сейчас выплачиваем отступные за Кучаева. Мне кажется, это отлично будет. Такой 21-летний русский футболист. Это, наверное, главное, молодой русский. Будет выступать за нас. Насчет вот этих парней, я не знаю. Чисто потому, что нам нужно укрепление. Я возьму, наверное, Артона Зикайя. Потому что он сопник. Это, во-первых, 187 рост. 83 килограмма вес. У него, у Вивьяни здесь поменьше. Так что я его, наверное, уберу. Давайте, да. Да, заплатим. И начнем мы переговоры. Теперь уже только с самим Константином Кучаевым. Так, роль ключевой он у нас будет в нашем клубе. И согласен агент. Четыре года. Я тоже соглашусь. Мы потом все равно будем переподписывать. Игнорирую отступные. Но выходы на поле я вообще не люблю. Этот бонус. Зарплату чуть-чуть побольше не попросили. Мы все равно соглашаемся. Это отлично. И теперь свяжемся для того, чтобы арендовать Зикайя. Арендовывать мы можем абсолютно любые нации. Абсолютно. Здесь у нас нет никакого лимита. А вот именно покупка только российских футболистов. Один год. Артона Зикайя. Все отлично. 50 на 50. Соглашайтесь. Отлично. Все. С клубом мы договорились. Теперь мы ждем о том, как согласится ли Артона Зикай играть за нас целый сезон. Мы все так же качаем Жамаледдинова. В полузащите Кучаев у нас один из лучших. Даже выше Мельникова. Он это меня радует. Так что хорошего мы подписали. Во-первых, выкупили это отлично. Так что мы его не будем. Он у нас будет часто играть. Так что на тренировки не обязательно ему ходить. На наши именно. Мне кажется, он сам будет прокачиваться отлично. Здесь все так же мы качаем еще Диму. Ну и наоборот все так же пока что Сергея Кривохарченко. Тимур Жамаледдинов у нас 66 рейтинга. Теперь Дима Буренков 63. Неплохо, неплохо пока. Потихонечку. Время у нас еще есть перед сезоном. Чуть-чуть там осталось, наверное, недельки две. Зикай. Отклонил. Вот падла какая. Ну, не будет, значит, у нас зикая. В команде. А остается у нас. Ну, давайте тогда попробуем. Где там. Я вообще не помню, где этот парень теперь. Итак, друзья, зашел я еще раз просто посмотреть, кто еще в каких топовых лигах дают в аренду. И вот, появилось двое арендованных, ну, которых можем арендовать. Вот, например, из Вольсбурга. Рейхбичай. Не знаю, как правильно он считается. Отступны у него 8,5 миллионов. Вряд ли он к нам перейдет, но все-таки попробовать стоит. Также еще из Реала Соседада и из Хофенхайма. Отличные полузащитники. Итак, нам приходят два сообщения. Разговор с игроками. Сергей Айвазян. Надеюсь, вы поставите меня в основу в матч против Милуэлл. Я здорово подготовился к сезону. Я нахожусь в прекрасной форме. Мне нравится твое рвение. Я скорее выставлю более опытный состав. Матч сезон, другая история. Мне нравится твое рвение. Пока что только это могу сказать. Козлов говорит. Я в хорошей форме и прекрасно себя чувствую в последнее время. Надеюсь, вы не оставите меня на скамейке в следующей игре против Милуэлл. Впереди более важный матч. Я подумаю. Но здесь я действительно подумаю. Потому что, скорее всего, сейчас давайте делать состав. Первый и второй. Более какие-то там трансферы у нас получились. И сюда мы, во-первых, Мельников. Он встать. Смотрите, 69. Он сам качнулся. Я его даже не трогал. Ну, действительно, это отлично. Ну, и вот так вот сделаем. Вот такое у нас нападение. Я надеюсь, Максим не сильно там и расстроится. Что он не будет на позиции прямо центрального атакующего полузащитника. Я его поставлю именно на позицию цепешника. Идем дальше. Ярослав. Пучаев. И Максим будет у нас здесь. В обороне пока что все нормально. Буренков может быть скоро и вытеснит даже Святослава из первого состава. Идем мы теперь ко второму. Здесь у нас Михаил Масаковский. Скворцов. Юля. Серега. Теперь вот отсюда надо убрать Максима. Так что вот нам остается, я говорю, еще один полузащитник. Это тогда у нас будет все отлично. Отлично у нас будет оборона. И полузащита тоже. Полностью будет она скомплектована. Так что будем надеяться, что кого-то мы сможем все-таки к нам в команду подписать. Давайте сразу посмотрим. Ой-ой-ой. Давайте я даже не знаю, что здесь делать. Неделя у нас есть. Так что если что, у нас успеет отдохнуть первый состав. Я выйду в первом матче первым составом. Не хочу терять очки с самого начала. Ну и наша пресс-конференция. Клуб пресс-конференции прекрасно провел пресс-конференции. Как вы считаете, вам удастся перенести эту форму в регулярный сезон? Так. У нас очень хорошие игроки и общая качество состава превосходит мои ожидания. Этот сезон будет интересным и уж точно не скучным. Команда сможет выиграть битву за выживание в этом сезоне. Для нас главная задача это выживание. Но если мы наберем очки на раннем этапе сезона, кто знает, где мы можем оказаться. Мы знаем, что будет непросто, но мы готовы бороться до конца. Жамалединов перешел в ваш клуб из клуба Познан. Он дебютирует в матче против клуба Милуэлл. Ему нужно время. Ну, это, наверное, все-таки. Я не буду рисковать игроком, который не готов физически и психологически. Ему нужно время на акклиматизацию. Так что всем подождать. Спасибо. На этом вопрос подошли к концу. Пожалуйста. И давайте, да. Кстати, насчет скамейки запасных. На этот счет тоже поговорим. Вместо Скворцова, все-таки, Жамалединова, рецензионного нашего игрока. Буду брать. Зачем нам нужны вот столько много оборонительных игроков? Вот я не понимаю. Мне кажется, одного Вову на скамейке запасных из защиты нам будет хватать. Ну, что ж, друзья. Играем мы сегодня вот таким составом. Максим, между прочим, сам прокачался до 69-го. Или он был, я не помню, в общем. Я могу даже это проверить в любой момент в центре составов. Там вот у всех пишет плюс один, плюс один. И сейчас мы проверим, прокачался. Вроде, да, да, Максим прокачался. Плюс один к рейтингу. Ну что же, а у нас старт сезона в чемпионшипе. Две у нас будут игры. И первая мы гостевая против Милуэлл. Итак, первый матч в сезоне. Первый матч в официальном нашем матче. Чемпионшип. Милуэлл принимает Престов. Наша команда, говорят, будет бороться за выживание. Но я надеюсь, что все-таки мы сможем хотя бы хоть как-то себе показать. Я не обещаю, что мы выйдем в первом же сезоне в премьер-лигу. Нам нужно еще здесь немного остаться. Потому что именно за выживание мы, наверное, и будем бороться, если в этом сезоне выйдем в премьер-лигу. Для меня пока что задача это укрепление состава. И там уже покупка российских футболистов. Ни в коем случае я никого не хочу убирать из нашей команды. Отдаю на Кучаева. Кучаев видит пасом Мельникова. Тот на Козлова. И тот отлично видит Кучаева. И Кучаев, автор первого официального гола. Милвеллу мы забиваем. Так что отлично. Константин Кучаев. Вот так вот в историю нашего клубного канала. Константин Кучаев, автор первого гола в истории. Но это отлично. В чемпионшипе мы забили прямо перед самым перерывом. И отличное приобретение. Не зря все-таки мы его выкупили. Вот он момент. Томпсон. Провал в обороне. Долг я не смог все-таки отбить этот удар. Но и хозяева все-таки должны были, мне кажется, выходить вперед. Они так и вышли. Вот здесь вот провал. И счет уже 1-1 на 52-й минуте. И очень опасный обрез сейчас. Светослав промахивается. И мы пропускаем нить. Константина Кучаева устала. Но все-таки этот гол проводилось. Правый фланг обороны Светослава. И прямо из-под него. Ну и Долг меня, конечно, отбил. Но все-таки в свои ворота. Томпсон забивает уже свой второй мяч в наши ворота. Нет, выключился он сейчас из борьбы. И снова вот фланг Светослава. И это 3-1. Романа Скворцова нам придется, наверное, выпускать теперь. Ну вот. Два мяча мы уже пропустили с фланга Светослава. И это наше первое поражение. Официальный первый наш матч и первое наше поражение. Хоть мы и забили в этом матче первыми. Но потом нам полную авоську накидали. Со счетом 3-1 заканчивается матч против Милуэла. Ну вот она наша пресс-конференция. Вы расстроены, что не получилось начать работу в клубе Престон с положительного результата? Я жду больше отдачи от игроков в следующей игре. Чтобы все сработало, то понадобится время. Но мы к этому придем. Почему же Малединов не получил шанса дебютировать? Ему нужно время освоиться в команде. Если он будет с таким же энтузиазмом работать на тренировках, у меня нет сомнений, что скоро вы увидите его в игре. Кучаев забил в первом же матче за клуб Престон. Что скажете о таком великолепном дебюте? Он быстро освоился, играет почти на пике. Хочу ли я большего? Разумеется, у меня нет сомнений, что Константин не показал и малой доли того, на что он способен. Ну, это прям вот как с языка. Сняли 88 у нас сразу рейтинг. Это так. Ну и Козлов нам говорит. Тренер, я правда ценю то, что вы прислушаетесь ко мне и даете играть, пока я в форме. Твоя игра вдохновляет. Вот так вот скажу. Ну у нас рейтинг уже 88. Я понимаю, что я там такого сделал. 6 миллионов я получил за футболки. Ну это единственное просто, что я пока что сделал. Скорее всего, когда я вообще это успел. Сейчас мы посмотрим сделки. Продаж футбола, Козлов, Казанских, Шмельков пока что вот этих. Ну вот Кучаев практически сразу же четверть своих отступных, хотя нет, даже не четверть, одну шестую. Вот так вот лучше будет. Одну шестую своей суммы за отступные он отбил сразу же своим переходом. Ну и действительно, он забил гол. Это стало ключевым фактором. Ну а мы продолжаем. На тренировках качать. Тимура Жамаледдинова. В полузащитниках у нас это Серегу. В центральных защитниках у нас это Полина. Во фланговых это у нас Дима. Ну и Сергея Кривохарченко. Пока что мы не будем давать ему время играть. Серега пока что поднимается до 63-го рейтинга, потому что у нас даже Довня вот пропустил три мяча. Ну а Сергей Кривохарченко даже на претензонном турнире там такие шляпы пропускал. Кули Бали пока что главный трансфер, который перешел в Барселону из Наполи. Ну и также Аллан из Наполи перешел в Ливерпуль. Прямо Наполи распродает своих ключевых игроков. Занимал и такие деньги. За двоих футболистов получили около 130 миллионов. Ну что же, посмотрим. Мартин Зубеменди. 57 сразу мы нет. Кристофер Баумгарфер. 64. Это неплохо. И ты 72. Я вот не знаю, пойдешь ли ты к нам. Зикай, он к нам не пошел. Так что давайте вот этих попробуем сейчас. Вряд ли у нас это получится, но я все-таки попробую. Попробую. Так. Нам нужно подписать в аренду его и тебя. Вот сначала мы, естественно, его попробуем. 74 рейтинг будет лучшим игроком. Одним из лучших, потому что у нас долго не такого же рейтинга. Вот так вот. 94. Можно тысячи сделать зарплату. А у тебя на сколько? 21. Нормально. Сажимся для аренды. И будем надеяться. Будем верить. Первым делом давайте обсудим продолжительность. Я бы на год бы. Потому что на два года он и так вряд ли пойдет. На год, мне кажется, отлично будет. 60 на 40. Отлично. Все, мы договорились с ними. Дальше, дальше, дальше. Кстати, Элизат Ахметов теперь. Его купили даже. Это трансфер был. А, нет. В аренде. Да, он сейчас в аренде. Залечи выступает. Я не знаю, почему к нам он не мог перейти. Странно как-то это все было. Так. Зикай к нам не захотел переходить. Ну вот теперь мы ждем. Либо мы после того, кстати, LFA, неплохо, ждем, когда Элвис Эрихи Бичай, вот так, наверное, правильно, скажет свое мнение о переходе в нашу команду. Если нет, будем подписывать другого из немецкой бундеслиги, из Хофенхайма. Отклонил сразу же. Но это хорошо, что они прям сразу, если нет, то нет. Ну тогда тебя мы попробуем. Тоже свяжемся в аренду. Вот его, скорее всего, у нас получится подписать. Рейтинг 64 у него. 20 лет. Его можно на 2 года. Почему бы и нет. 50 на 50. Отлично. Хофенхайм согласен отдавать нам в аренду этого игрока. Ну а у нас матч против Веган Атлетика, который находится на 18-й сейчас строчке. Мы на 19-й. Вот сразу же после первого тура мы упали. Но это еще, конечно, не зона вылета. Зона вылета начинается с 22-го по 24-е место. Но здесь у нас Милл, естественно. С Шеффилдом. Впереди таблицы всей. Что у нас по следующим матчам? У нас кубок Карабао против Плюмов. Команда такой. Посмотрите, у нас тут... Ну я не представляю, как мы будем играть эти матчи Плюмов. Давайте в следующем как раз выпуске подготовимся к матчу в кубке Карабао. Но сейчас мы отыграем первым составом. Я готов еще раз дать бой Вегану теперь. Потому что они тоже неудачно начали свой сезон. Мы играем дома и мы обязаны их побеждать. Итак, второй наш матч. И первый наш матч на нашем, наконец-то, домашнем стадионе. А между прочим, стадион называется Школа 127. Без разницы, что она не написана прям по-английски. School. Школа. Мы все-таки так вот по-своему, по-обычному. Школа номер 127. Стадион. Собрал полный, мне кажется, аншлаг. Вот Школа 127, прямой эфир. Поехали. До дня нет. Пропускаем мы на дополнительной 47-й минуте и уходим на перерыв при счете 0-1. И вот так вот. Подача углового. Никто ничего не успел сделать. И счет уже 2-0. И все, друзья. Три поражения подряд за выпуск. Но это как вообще может быть? Полная доминация была от Вегана. Хоть у нас и удары примерно на такие же, но и голкибер просто был непробиваемым. Мы даже пасовались намного лучше, чем они, но вот так вот получилось, что Веган Атлетик нас побеждает. Два поражения подряд в чемпионате. Одно поражение в полуфинале. И вот так вот мы сегодня заканчиваем этот выпуск. Почему же Мальдинов не получил шанса дебютировать? Ему нужно время совести, но это вы в общем помните. Матч получился трудным, как считать, что сегодня пошло не так. Да, мы все разобрали на тренировках, но не смогли ничего применить. Само собой мы восстановимся и в следующем матче постараемся добиться положительного результата. Что сегодня пошло не так? Клуб Веган Атлетик прекрасно осознавал свои шансы. После забитого гола они нам почти не дали пространства, чтобы сыграть свойственный нам футбол. 77 сразу у нас падает, естественно, рейтинг. Мы не боремся сейчас за выживание, мы, наверное, все-таки упалим на самую бездну турнирной таблицы. У нас два поражения подряд. Но у нас игра против Плюмов. В первом раунде кубка Карабао. Принял, отлично. Вот игрок из Хофенхайма. Баум, сейчас еще раз, я вообще не помню, как его зовут. Вот. Кристоф Баум Гарфер. На два года. Австриец. 64 рейтинг у него. И к нам он переходит. 64 у него получается рейтинг. Значит, мы его уберем во второй состав. Как раз вот здесь вот. Вот сюда. Он может играть ЛФАшника. Ну, тогда вот сюда вот. Поменяем просто местами. Да, сохраняем. И, скорее всего, именно вот этот состав наш второй и сыграет в следующем матче. Вы сейчас его видите на своих экранах. Против Плюмов. Давайте сразу посмотрим, на каком мы месте после нашего поражения. Да, мы на последней строчке. У нас два поражения. Минус четыре разница. Так что, скорее всего, неохота, конечно, нам вылетать в первую, ну, Лигу 1 в английскую. Охота остаться все-таки в чемпионшипе. Так что за это мы и будем бороться. И создавать, и обустраивать команду именно здесь. Спасибо вам большое за просмотр, что были с нами по ходу всего этого видеоролика. Ставьте на колокольчик, чтобы не пропускать наши видеоролики. И сделайте так, чтобы красная кнопочка горела серым. С вами был Андрей и канал Футбол. Это жизнь. До новых встреч, друзья. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok